Не продается вдохновение, но плоды творчества пользуются все большим спросом. По данным Высшей школы экономики, число россиян, занятых в креативном бизнесе, за несколько последних лет выросло на 11%, до 2,3 миллиона человек. Не остается в стороне и Алтайский край. 6 и 7 ноября в Барнауле пройдет форум креативных индустрий «Мой креатив, мой бизнес». Подробнее о нем поговорим с Ириной Черепановой, заместителем руководителя центра «Мой бизнес» Алтайского края. Ирина, здравствуйте. Добрый день, Николай. Давайте разберем сначала, что же называем мы креативным бизнесом, креативными индустриями. Креатив здесь – это как синоним слова творчества, наверное. Ну, можно и так сказать. Конечно, есть разные суждения, кто-то различает креатив и творчество, но мы все-таки их пока соединяем, эти два понятия. Креативная индустрия, если говорить простым языком, это тот, кто делает изделия ручной работы, шьет одежду архитекторы, дизайнеры, фотографы, видеографы, то, что даже относится. И это плоды интеллектуальной деятельности, результаты и креативные результаты. Соответственно, вот эта деятельность, она очень творческая и требует особого внимания, помощи в коммерциализации проектов. Много ли у нас вот таких как раз новых проектов появляется? Много ли человек обращается за помощью и о поддержке чуть позже для таких творческих людей? Ну, на самом деле, ежедневно к нам приходят креативные предприниматели, они всюду. И здесь кто-то первые шаги делает, кто-то дома делает изделия ручной работы и не решается выйти на более широкий рынок, кто-то уже много лет занимается. Поэтому это все нас окружает, все результаты креативных предпринимателей, в том числе и самозанятые граждане, в том числе их тоже очень много. Мероприятия поддержки, они есть, и в целом креативные предприниматели могут всеми инструментами поддержки, которые доступны другим предпринимателям, связанные с обучением, с продвижением бизнеса, помогаем в выходе в другие регионы, в другие страны, в том числе вот у нас будет выставка «Ладья» для креативных предпринимателей, где они ищут дополнительный рынок сбыта для своих изделий. Да, мы уже затонули часть, чем вы помогаете. Творческие люди же, они такие люди в себе. И вот творчеством привыкли это отдельно, продвижение отдельно. Те, кто умеет что-то делать такое из ряда вон, они продажники обычно не очень хорошие. Вот с этим трудности связаны, да, наверное, первые. То есть не как сделать что-то интересное, а как это продать, как заявить на рынок? Конечно, это огромный запрос на услуги, связанные с продвижением бизнеса. И с учетом того, что все наши программы мы разрабатываем от запросов, от потребностей предпринимателей, мы находимся в постоянном общении, коммуникации с предпринимателями. И связанные с продвижением, это выход на маркетплейсы, это продвижение в интернете, в социальных сетях. Это такие наиболее популярные, помощь в создании сайта. Ну, то есть вроде кажется элементарные, но мы помогаем креативным предпринимателям в первую очередь облегчить и помочь им в коммерциализации проектов. Потому что делать и творить они умеют, а продавать уже помогаем мы. Если теперь к форуму мы обратимся, в чем его замысел? Вроде бы работа постоянно на постоянной основе ведется, но почему все-таки нужно еще и форум провести, который поможет как раз к креативным предпринимателям? Ну, форум это наш уже, мы уже ждем, мы не дождемся этот форум, потому что задача форума именно собрать на одной площадке всех креативных предпринимателей. Во-первых, чтобы они друг друга увидели, познакомились, возможно, выстроили какие-то коллаборации, партнерства. И это будет уже второй форум в прошлом году, это был наш первый опыт. И этот год уже усиленная двухдневная программа у нас. И мы планируем программу сделать таким образом, чтобы она была интересна и практикоориентирована. Потом могли использовать все предприниматели креативные, независимо, только сейчас они создали бизнес или планируют, или уже много лет занимаются. Это у нас два дня, и это все темы, связанные с развитием креативного мышления, креативного лидерства, как по-другому смотреть на свой продукт. Тут у нас как раз там будет, поговорим о программе, да, сейчас я прям очень хочу рассказать, потому что у нас будет школа креативного мышления, икра, и они расскажут о своей уникальной методологии, крафт, так, чтобы по-другому, то есть она ориентирована на то, чтобы по-другому смотреть на свой продукт. Ломаем стереотипы, не мыслим стандартно, потому что креативному предпринимателю нужно более креативно продвигать свой продукт. И будут темы, связанные, как я сказала, с креативным мышлением, работа со смыслами, чтобы посмотреть на свой продукт или услугу, и подумать все-таки, каким образом можно понять своего клиента. И, ну, будут такие практические занятия, в том числе, связанные с продвижением в интернете, то, что мы с вами ранее говорили, о работе на маркетплейсах, отдельно мегамаркету уделим внимание. И уже второй день мы посвящаем отраслевым направлениям, это мода и это ремесленники, где мы поможем уже отдельно с каждым направлением, то есть с индустрией моды мы поработаем именно, какие у них есть запросы на развитие, на продвижение, какие слабые места, и вот такое двухдневное будет обучение. Ну и в том числе посвятим направлению видео, это вот, наверное, касается направления кино, то, что мы с вами говорили, и как раз вот именно как видеоконтент для креативных предпринимателей правильно делать. Немного еще про экспертов, кто приедет, откуда эти люди, насколько это успешные предприниматели, может быть, если они опытом своим делятся? Ну, это, как мы говорим, самые крутые эксперты, это федеральные спикеры, в том числе будут наши региональные предприниматели, которые уже достаточно известны в регионе по развитию креативных индустрий, все они будут делиться своим личным опытом, то есть сила наших проектов, это то, что лидеры учат лидеров, то есть непосредственно практики будут рассказывать нашим предпринимателям, учить их новым технологиям, ну вот то, что я вам ранее говорила, это школа креативного мышления Икра, это школа моды, развития индустрии моды, Бинопен, ну в том числе и нейрохудожники, и предприниматели, которые на федеральном уровне очень активно в части разработки фирменных стилей компаний, ну в общем, огромное количество экспертов, будет очень интересно и однозначно вся информация, это она новая, это тренды, которые помогут нашим предпринимателям по-новому посмотреть на свои продукты. Вот говоря о трендах, бизнес это всегда спрос, да, то есть без спроса не может быть никакого нового продукта, на товары местного производства, есть ли спрос сейчас, растет ли он и с чем это связано, если растет? Конечно, огромный спрос и мы сейчас видим, что креативные предприниматели и тот, кто делает индустрии моды, шьют одежду, по всем регионам активно развивается и в Алтайском крае мы тоже гордимся нашими предпринимателям, которые шьют одежду, делают изделия ручной работы и огромный спрос в других регионах и предприниматели наши продаются и на маркетплейсах и каких-то таких непосредственно живых, непосредственно личном участии открывают локации торговли, ярмарках, вот поэтому огромный спрос и интерес во всей стране в локальных брендах. Связано ли как-то с тем, что у нас мировые бренды ушли, да, и человек все-таки он хочет оставаться необычным, сохранить свою индивидуальность и он что-то такое штучное? Конечно, да, и освободился дополнительный рынок в связи с уходом международных брендов, это нам пошло на руку и мы рады, что наши предприниматели получили такой дополнительный виток в своем развитии и кто-то более расширил свою деятельность, кто-то открыл, начал первые шаги, поэтому конечно и потребителю, покупателю всегда хочется что-то уникальное купить и именно сейчас уже большой интерес, каждый приезжает не просто за магнитиком, а именно купить какую-то уникальную вещь, это возможно одежда, футболка с региональным брендом и это становится классно, это модно и все покупатели этим гордятся. Есть ли примеры такие положительные, когда кто-то к нам пришел со своим увлечением, хобби и это через какое-то время стало успешным делом? Да, конечно, ежедневно к нам приходят такие... Кто-то, например, работает в найме и рисует дома картины, это вот недавно к нам обращалась девушка и как раз вот она будет участвовать и в форуме креативных индустрий, сайт мы уже ей делаем, она работает в найме и делает, очень хорошо рисует и как раз при участии в наших поддержках, в том числе вот участвовала с нами в бизнес-миссии в Калининграде и это помогло ей по-другому посмотреть на свои силы и возможности, о том, что ей не страшно с нами, как нам, нам это приятно очень и лестно, но, говорит, с вами не страшно начинать и когда предприниматели попадают в круг таких же активных и идейных предпринимателей, они более смело двигаются. Вот наша задача и, конечно, регулярно к нам такие предприниматели обращаются. Даже можно, пока что они не предприниматели, мы помогаем им стать ими, вот пока они начинают самозанятости, чтобы не страшно было, а потом уже дальше становятся полноценными. Поддержка центра, она вот для человека, который к вам пришел, безвозмездная или вот он должен каких-то результатов добиться обязательно, если он занялся чем-то, то есть вот если человек пришел, что он должен или если он не достигнет успеха, то ничего страшного? Просто для тех, кто боится, наверное, сделать первый шаг. Мы всем говорим, все обращайтесь за поддержкой, это не страшно, мы максимально упростили все процедуры документа оборота, ну так скажем, на обучение просто подать заявку на сайт и все, и ты уже попал на обучение. Не нужно там, ну может быть мы там попросим одну бумажку какую-то подписать, но она незначительная. Вот также на все другие услуги, связанные с продвижением бизнеса, тоже есть небольшая процедура, но это все доступно, это быстро, там ну в течение пяти дней мы уже выносим решение, что да, все, мы вас поддерживаем. Поэтому всех приглашаем, по сути, если что-то не получается у предпринимателя в использовании, применяя ту или иную нашу услугу, мы помогаем, уже смотрим, а что не получилось, почему, корректируем что-то, то есть в любом случае мы не бросаем. Участие в форуме также бесплатно? Бесплатно, конечно, все наши услуги, они бесплатны, и форум не исключение, всех ждем, мы ждем предпринимателей, самозанятых, кто только первые шаги делает, ну в общем, будем рады всем. Если это представитель не творческого, скажем так, не креативного бизнеса, вот хозяин какой-нибудь кофейни условно, но он желает как-то разнообразить, вот не знаю, свое дело, да, сделать его более востребованно, творческим, ярким, может ли он прийти? Ну, вот на самом деле ваш пример кофейни, он тоже тем или иным образом относится к креативным индустриям, потому что гастрономический бизнес, он тоже креативный, однозначно он может, но в том числе к нам многие обращаются, кто также являются производителями каких-то промышленных товаров, продуктов, и говорят, мы в том числе планируем новое направление деятельности открыть, мы тоже им рады, в программе будет как раз много тем про креативное мышление, и вот это им пригодится. В прошлом году, если не ошибаюсь, более 170 участников было на первом форуме, что в этом году уже сейчас? Да, уже 250 заявок. Мы ожидаем, планируем, что у нас будет 300 участников, и регистрации очень активно идут, но вот будет масштабно. Как это сделать, если вдруг тот сейчас заинтересовался, как зарегистрироваться, как попасть? Ну, подать заявку можно на нашем сайте, мойбизнес22.рф, прямо сейчас, как посмотрели интервью, можно всем сразу подавать, потому что желающих очень много, и вот все очень быстро. Дедлайн, скажем так, до какого числа торопиться подавать? Да, на самом деле, от 6-7 форума до самого 5-го числа мы будем принимать заявки. Что можно сказать по итогам первого форума, если, может быть, те предприниматели, которые пришли на него, и у них прогресс появился, или они поняли, что да, мы этим будем заниматься, и чего ждете от этого? Ну, первый форум, во-первых, первый форум был у нас хороший результат, в том плане, что, во-первых, мы всех собрали на площадке, и мы увидели, предприниматели креативные нас узнали, они все к нам уже в течение года приходили за мерами поддержки, и участвовали во всех наших проектах. И результатом первого форума было то, что мы создали креативный портал «Мой креатив-22», где предприниматели могут разместить карточки своих товаров. Совершенно бесплатно это тоже все, и мы этот портал продвигаем, это дополнительный инструмент для продвижения товаров, и для покупателя, вот то, что для локальных, кто хочет купить локальные бренды и посмотреть какие-то услуги, то вот этот портал для этих людей. И, ну, в этом году что, мы делаем, у нас такая тема форума, то, что мы погружаемся, и погружаемся уже более детально в креативное предпринимательство, то, что я ранее говорила, разные темы, и общие, и по отраслям, вот. И, ну, здесь я, наверное, он и в прошлом году, и в этом году он сильный форум, ну, просто мы его делаем большего масштаба, потому что в течение года мы работали с креативными индустриями, мы видим, что спрос на именно у креативных предпринимателей, чтобы объединяться, он огромный. И как раз будет еще в форуме по креативным индустриям будет тема про бизнес-сообщество, потому что это очень важно креативным предпринимателям вместе делать какие-то интересные, крутые проекты. Такой вопрос для края в масштабе нашего региона. Что это значит, если у нас креативных предпринимателей будет больше? Мы же часто говорим, что хотим заявить о себе как о туристическом регионе, чтобы больше жителей страны про нас узнали. Вот это один из инструментов, может быть? Ну, конечно, это инструмент развития региона, развития локальных брендов. Здесь это абсолютно точно, и для региона это будет только плюс, польза в его продвижении. Потому что алтайские продукты все знают, мы это участвуем в выставках и это видим, а продвижение именно региональных локальных марок, брендов, он в том числе, это вот дополнительный развитие, виток развития региона будет. Ирина, спасибо большое. Будем ждать форума, будем ждать его итогов. Субтитры создавал DimaTorzok